Басни Жанна де Ла Фонтена в исполнении Павла Беседина Верблюд и плывущие поленья Кто первый увидал верблюда, тот прочь бежал при виде чуда, Второй осмелился приблизиться к нему, А третий и узду надел на драмадера. Так, силою привычки и примера, становимся мы близки ко всему, Что нам казалось пугающим и странным, С ним находясь в общении постоянно. В пример тому я приведу рассказ. Стоявшие на страже как-то раз увидели предмет, Плывущий в отдалении. Немедленно решили все вокруг большой фрегат Ильбрандер. Через мгновение все в нем увидели простой с товаром тюк, Челнок и, наконец, плывущие поленья. Знаком я в свете кое с кем, Кого касается мое повествование. За нечто их сочтешь на расстоянии. Вблизи же они окажутся ничем. Влюбленный лев О, севинья! Все прелести которой служили грациям прекрасным образцом, Прочтите басню без укора И не пугайтесь перед львом. Он, вопреки бессильному злословью, Был усмирен всесильной любовью. Любовь есть нечто странное во всем, И счастлив тот, кто с нею не знаком. Какой-то лев из важного сословия Пастушку встретил на лугу И воспылал к ней страстную любовью. Какой любить я, право, не могу. Он стал ухаживать за нею, Отца ее повергнувши в печаль. А тот искал зедька себе смирнее. Да ведь ему и дочке было жаль. Но как откажешь? Ведь опасно. И знал-то он прекрасно, Кто с этим делом не знаком, Что обвенчаться можно и тайком. Тем паче дочь его немало, Любовь слепая не пугала. Отец промолвил тут, Послушай-ка, зятек, Ведь дочка моя нежна, Как фея сказки. А твой-то ноготок Совсем устроен не для ласки. Так вот, Коль хочешь зятем быть, То, Не боясь за целость шубы, Изволь-ка когти обрубить, Да подпилить получше зубы. Твой поцелуй тогда не будет грубой. Да и жена с тобою будет более нежна. Лев согласился, Ослепила его коварная любовь. Но без когтей и без зубов Исчезла в нем былая сила. И стая псов от сватовства безумца Отучила. Любовь-любовь. И я скажу в раздумье. Когда мы страстью возгорим, Мы говорим, Прощай, Прощай благоразумие. Война крыс и ласок Не менее котов самих И ласок храбрая порода Врагом крысиного народа Всегда была. И между них, наверное, бы Опустошений она наделала больших, Когда бы двери их владений Так узкие не были везде, Что помогала им в беде. В одну несчастную годину Обилен был крысинный род. И на врага в тот самый год Свою громадную дружину Повел крысиный царь Крысяк. Но не дались враги в просаг. Взвелись знамена боевые И ласки двинулись в поход. Кипели схватки роковые, Но был неведом их исход. Тускнели всюду луговины От крови доблестной дружины. Крысиный род, в конце концов, Лишившись множества бойцов, Понес повсюду поражение. Напрасно грозный крохобор И хлебный тать, И кусобор врагов своих В пылу сражения Пытались выдержать напор. Смятение царило в стане. Бежали в страхе с поля брани И командиры, и бойцы. Князья же все легли на месте. Спасались в норы беглецы, Забыв о долге и о чести. Вся эта мелкая орда Простых людишек без труда Пролезла в узенькие норы. Но в них застряли господа. Из перьев пышные уборы, Носимые на страх врагам. Размер их шлемов, Их и касок. Их сделали добычей ласок. Не встретилось отверстие там Достаточно широкой щели, Куда б они пройти успели. И крыс значительных тела, Подобно листьям без числа, Усеяли собою поле. Помехой служит по неволе Чрезмерно пышный наш убор И причиняет замедление. Вся мелкота с давнишних пор Привыкла ждать себе спасения. В нору юркнув без затруднения, А те, которые крупней, Застрянут в ней. Ворона в павлиньих перьях Когда не хочешь быть смешон, Держися знания, В котором ты рожден. Простолюдин со знатью Не роднися, И если Карлой сотворен, То в великана не тянися, А помни свой ты чащий рост. Утыкавший себе Павлинным перьем хвост, Ворона с павами Пошла гулять спесиво И думает, Что на нее Родня И прежние приятели ее Все заглядятся, Все заглядятся, Как на диво, Что павом всем она сестра, И что пришла ее пора Быть украшением Юнонина двора. Какой же вышел плод ее Высокомерия, Что павами она Ощипана кругом, И что, Бежав от них, Едва не кувырком, Не говоря уж о чужом, На ней и своего Осталось мало перья. Она Была назад к своим, Но те совсем Заклеванные вороны Не узнали. Ворону В досталь ощипали И кончились ее затеи тем, Что от ворон Она отстала, А к павам Не пристала. Я эту басенку Вам былию поясню. Матрёне, Дочери купецкой, Мысль припала, Чтоб в знатную Войти родню, Приданного за ней Полмиллиона. Вот выдали Матрёну за барона. Что ж вышло, Новая родня Ей колет глаз По прекам, Что она Мещанкой родилась, А старая за то, Что к знатным Приплелась, И сделалась Моя Матрёна Ни пава, Ни ворона. Вороненок Орел Из-под небес На стадо налетел И выхватил Ягненка. А ворон молодой Вблизи на то смотрел. Взманила Это вороненка. Да только Думает он так, Уж брать Так брать, А то и когти Что марать. Бывают и орлы, Как видно, Плоховатые. Ну, Только ль в стаде, Что ягняты. Вот я, Как захочу, Да налечу, Так царски Подлинно Кусочек Подхвачу. Тут ворон Поднялся Над стадом, Окинул стадо Жадным взглядом. Из множества Ягнят, Баранов И овец Высматривал, Слечал И выбрал Наконец Барана Да какого Прижирного Матерого, Который Доброму И волку Был в подъем. Изладясь На него Спустился И в шерсть Ему, Что силы есть, Вцепился. Тогда-то Он узнал, Что добыч Не по нем, Что хуже Всего. Так на Баране Том Тулуп Такой Был Прикосматый, Густой, Склокоченный, Хохлатый, Что из него Когтей Не вытеребил Вон Затейник Наш Крылатый И кончил Подвиг Тем, Что сам Попал В полон. С барана Пастухи Его Чиненько Сняли, А чтобы Он не мог Летать, Ему Все крылья Окарнали, И детям Отдали Играть. Нередко У людей То же самое Бывает, Коль мелкий Плут Большому Плуту Подражает, Что сходит С рук Ворам, Зато Воришек Бьют. Врачи У смертного Одра, Какого-то Больного, Весь день И ночь До самого Утра Все плакали, Сказать Не смея Слова, А доктора Между собой На перебой Вели дебаты В час Досуга, Как приступить К лечению Недуга. При парке Компресс Настаивал Один, Другой Кричал, Тут Нужно Сделать Ванной. И знает Только Бог Один, К чему Бы мог Прийти Их Разговор Пространный. Когда Бы Небольной, Смирясь Пред Грозной Судьбой, Он Бросил Мир Болезни И Печали, Пока Два Доктора О Способах Кричали. Один Из них Дорогою Домой С упреком Говорил Когда Бы Способ Мой Был Принят Он Бы Жив Остался А Я Давно Уж Знал Другой Сказал Что Он Одной Лишь Смерти Дожидался Дань Зверей Александру Ходила Басня Вон И Времена Я Не Постиг Ее И Насказание Быть Может Будет Вам Понятнее Она Так Вот В чем Басни Содержания Прошла Молва На много Миль Кругом Что Некий Александр Юпитера Потомок Решив Завоевать Весь Мир Своим Мечом А Сделать Это Он Легко Мог Дал Приказание Чтоб Со Всех Сторон Без Замедления К Нему Явились На Поклон И Человек И Зверь И Прочие Творения Не Исключая Вольных Птиц Не Знавших Власти И Границ Такой Приказ Поверг Зверей Сметения Все Поняли Что С этих Пор Пойдет Другой Разговор И Всем Не Ведавшим В Деяниях Препоны Придется Признавать Законы Из Логовищ Берлог Сошлись Все На Совет Судили Спорили Рядили И Наконец Решили Послать Царю Смиренный Свой Привет А Вместе С тем В знак Уважения И Подношения Послом К царю Решили Нарядить Лукавую Мартышку И Толком Записать Ей В книжку Все Что Царю Ей Надо Говорить Но Что Поднесть Все В затруднении Решили Золото И Вот Его Животным В долг Дает Какой-то Князь Который Во владение Своем Имел Большие Рудники Осел И Мул Взялись Вести Мешки Верблюд И Конь Даны Им Для Охраны И Так Пустились Вчетвером С Мартышкою Вновь Избранным Послом В чужие Страны Вдруг Лев Посло Встречает На пути Послы Не ждали Этой Встречи Вот Кстати Лев Кричит Так И Веселее Идти Я Дар Царю Хотел Отдельно Поднести Да Груз Мне Оттянул Все Плечи Не Будете Ли Добры Вы Взять Его С 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 Придется Придется Каждому Лишь По Четвертой Части А Мне Удобнее Будет Без Мешков Вас Охранять От Злой Напасти И От Воров Льву Отказать Конечно Невозможно Лев Принят Ласково От Ноши Облегчен Хотя Послам Едва Приятен Он Сообщество Его Куда Как Ненадежно Но Делать Нечего Все Движутся Вперед Питаясь На казенный Счет Идут Пришли На луг Лаская Нежно Взгляды Ковер Пестреет Из цветов Лежат Стада Овец Ища В тени Прохлады Журчит Ручей Средь Низких Берегов Тут Лев Стал Сам Не свой От Жалоб Я Нездоров В огне Горю Я весь Целебную Траву Найти Мне Не мешало Да Полечиться Здесь Не тратьте Времени Ступайте Своей Дорогою Одни Лишь Деньги Мне Мои Отдайте Понадобиться Могут Мне Они Все Разгрузились Лев Кричит Лукавя Ликуя Смотрите-ка Как Много Дочерей Мне Родили Монеты Ей же Ей Ей Иные Доросли Уже До Матерей Приплод Конечно Мой Себе Его Беру Я Послы Поражены Передает Молва Что Александру Появились Они С горячей Жалобой На Льва Но Толку Никакого Не добились Недаром Же Слова Пословицы Гласят Свой Своему Невольно Брат Два Быка И Лягушка Из-за Телушки Молодой Друзья Быки Вдруг Сделались Врагами Сыпились Грозными Рогами И Начали Ужасный Бой То Видя В страхе Спряталась Одна Лягушка Что Сделалось С тобой Квакушка Спросила У нее Подруга И В ответ Трусиха Молвила Предвижу Много Бед Для нас Опасна Битва Эта Конец Ее Таков Тот Из быков Которому Достанется Победа Возьмет Добычу В достояние Другой Же К нам Уйдет В изгнание Чтоб В тростниках Сокрытым Быть И Будет Нас Давить Так Поплатиться Нам Придется За Жаркий Бой Что Здесь Дается И Предсказание Лягушки Было Верно Укрыться В тростниках Сраженный Бык Спешил И Ежечасно Их Давил Он Под Копытами По Двадцати Примерно Не Так Жили В делах Людских Страдают Малые За Глупости Больших Два Мула Два Мула Шли Дорогою Одной Один С С С С С Другой С Казной Последний Ношею Числависть Драгоценной Расстаться Ни за Что Б Не захотел С Мешком Звеня Привешенным Звонком Он Он Драгоценной Мечтем, как гибну я, попавшийся в засаду, приятель, мол, сказал другой, грозясь опасности тому, кто высоко поставлен, ты был бы от беды избавлен, будь ты, как я, лишь мельника слугой. Два осла Шли долго путники, и вот дошли до броду. Сев на осла, что губки нес, погонщик пред собой погнал другого в воду и начал путь ему указывать кнутом. Но наш осел упрямого был нрава и пожелал устроить переправу своим умом. Забрал он влево. В яму оступился и вместе с солью в воду погрузился. Беда! Ослу пришлось оплыть. Гребет он сильными ногами, пыхтит и фыркает, и борется с волнами. Оплыть далеко. Как тут быть? Но! Видно, жалилось над бедным провидение. Он в ноши чувствует большое облегчение. Растаяла вся соль и радостно осел с пустым мешком доплыл и на берег взошел. Погонщик, между тем, со страху за скотину и своему ослу ослабил повода. А этот, видя, что вода освободила друга от труда, недолго думая, бог вслед за ним стремнину. Но тут свершилась нежданная беда. Водою губки мигом напитались и стали, как свинец, тянуть осла ко дну. Погонщик мой взревел, осел не пру, не ну, и оба жизнью бы, наверное, расстались, когда б не подошли на помощь рыбаки. Не так же ли действуют иные дураки, которые в делах своих не рассуждают, а только в точности счастливцам подражают? Две козы По жердочке через ров шла чопорна коза. Навстречу ей другая. Ах, дерзкая какая! Где у тебя глаза? Не видишь разве ты, что пред тобою дама? Посторонись! Направо кругом обернись. Сама. А я упряма. Да почему ты дама? Такая же коза, как я. Как? Ты? Ты чья? Ты шустро-абрама, а я исправница. Исправник барин мой. Майор? Так что ж? И мой осьмого так же класса. Честнее твоего драбанта-драмербаса. Да поумней, чем твой. Абрам Самойлыч блуд. Штаб-лекарь. Всем лекарям у нас в губернии пример. Он оператор. Акушер. Им не нахвалится аптекарь. А твой исправник-то? Головкой очень слаб. В делах он знает и меньше баб. Лишь мастер драться с мужиками. Дерет с них кожу он обеими руками. Неправду, что ли, говорю. Пойдем к секретарю. Или к стряпчему. Спроси. Вот я ж тебя рогами. Есть роги и у нас. Бодаемся мы сами. Сошлись нагнувшися. И стукнулись лбами. Летит исправница. Штаб-лекарша летит. Летят вниз обе вверх ногами. Ров приглубокий был. На дне лежал гранит. Бух козы об него. И поминай, как звали. Вороны с галками тут долго пировали. Пустая. Право, честь. Вперед идти или выше сесть. Что до меня, так я, ей-богу, Дам всякому скоту дорогу. Признаться, я ведь трус. Скотов и женщин злых особенно боюсь. Заяц и лягушки. Раз заяц размышлял в укромном уголке, В укромных уголках нет лучше развлечения. Томился зайчик наш в тоске. Печальные рыбки, все зайцы от рождения. Ах, думал он, кто так пуглив, как я, Тому на свете нет житья. Спокойно не проглотишь и кусочка. Ничто не радует. Беды отсюда ждешь. Трясешься день. Без сна проходит ночка. И так весь век живешь. Зачем же? Скажут. Ты так мечистья тревожна. Да разве страх осилить можно? Что, что ни говори. А я уверен в том, что даже и людям он знаком. Так заяц размышлял, но размышлял с оглядкой. Опасность чуял он со всех сторон. Чуть листик шелохнет, чуть тень мелькнет. И он, уж трясся лихорадкой. Вдруг наш зверек, среди своих печальных размышлений, Услышал легкий шум. Без долгих рассуждений, что было мочи, Он пустился на утек. Не чуя ног, бежит. И добежал до пруда. Что ж видит он? О чудо! Лягушки от него к воде скорее бегут. Лягушек дрожи берет. Лягушки скачут в пруд. Ого! Промолвил он. Как пригляжуся, так в этой стороне, Таким же, как другие мне. И сам я кое-кому кажуся. Должно быть. Я не так уж плох. Коль мог произвести такой переполох. Как? Я один сумел повергнуть их в смятение. Им чудится во мне призыв к войне. Да. Для меня теперь уж нет сомнения. Как ты не будь труслив, Найдется, наконец, тот, Перед кем и ты Окажешься храбрец. Виноградник и олень. В один несчастный день олень, Благодаря густому винограду, Нашел в себе спасение и ограду. Он за листвой, его густой, Невидим был охотничьему взгляду. Опасность минула. И вот мой скот, давай без всякого смущения Глодать кору, листву ограждения. Поднял он шум такой, Что все охотники толпой Назад вернулись и оленя Убили изрузья без сожаления. И по делам, Сказал безумец, умирая, И оскорбил меня, Жеспавший дом, Его услугу забывая. Не забывай И отдавай тому почтение, В ком ты нашел защиту и спасение. Земледелец и его сыновья, Работайте, Насколько хватит силы, Не покладая рук. В работе тот же клад. Один крестьянин, Будучи богат и стоя на краю могилы, Позвал детей своих. И так им говорит, Он без свидетелей На смертном ложе. В наследственной земле Богатый клад зарыт. Продать ее? Оборони вас, Боже! Не знаю сам я, Где он скрыт, Но вы, При помощи работы и терпения, Его найдете без сомнения. Вы в августе, Окончив омолот, Немедленно перепашите поле, Пускай саха везде пройдет. Копайте, Ройтесь там на воле. Малейший в поле уголок, Пройдите вдоль и поперек. Он умер. Сыновья все поле перерыли. Искали там и сям. На следующий год Оно дало двойной доход. Но клада В земле не открыли. Отец на свой особый лад Им показал, Что труд Есть тот же клад. Змея и пила Рассказывали мне Часовщика соседка Подобное соседство, К счастью, Редко Змея Из маленьких, Не видя в мастерской Себе поживы никакой, Грызть начала пилу стальную. Невозмутимость ледяную Храня свою, Сказала ей пила, Не по себе добычу ты нашла, Возможно ли так Ошибаться грубо, Скорей, Чем на единый грош Ты сталь мою перегрызешь. Последнего лишися зуба, О сумасбродная змея, Лишь времени зубов Одних страшуся я. Умы последнего разбора, За исключением вздора, Вы не годитесь ни к чему, А потому Зубами рвете все, Что истинно прекрасно, Но их позорный след Пытаетесь подчас На нем оставить вы напрасно. Творение гения для вас, Железо, Сталь, Алмаз Заяц и Куропатка Смеяться над несчастными Ни след. Никто из нас Не огражден от бед. Мудрец Эзоп на тему эту Два-три примера В баснях дал. Стихи, Что предлагаю свету, Я с той же целью написал. На поле Заяц с Куропаткой В соседстве жили. Тихо, Гладко, Их жизнь текла. Как вдруг стряслась Беда над заяцем. След открыли Его, И с гамом погналась, За ним собачья свора. Затрубили Врага-охотники, Бедняк, К своей норе Стрелой помчался, Свой след Петляя от собак. Так что и лучший Пес Сбивался, Но все-таки Спастись от смерти Не успел. С потевшей шкуры Запах чуя Один ему на хвост Насел, Второй, С другими Сревнуя, На перерез Ему летел. Почти что у норы Бедняжку псы Нагнали И в клочья Разорвали. Тут куропатка Над бедой Бедняжке Стала насмехаться И говорила И с твоею Быстротой Сумел ты Все-таки попасться. Что ж ты болтал Про силу Длинных ног, Когда от псов Спастись Не смог. Но лишь Промолвила, Как Смерти угрожая, К ней бросилась Собачья стая. На крылья Положась, Порывиста она Взвелась Над мирными Полями, Но Гибель Обречена У коршуна Погибла Под когтяне.